Мы сейчас находимся в доке на пятилетнем ремонте. Едем выбраться в док, в машине очень много работы, сам еще судно не видел. Сейчас посмотрим как оно выглядит. Привет, размерчики! Ребята, вот сколько работаю. Первый раз сухом в доке, первый раз такое вижу. Махтина просто огромная. Ладно, времени у меня немного, сейчас пройдемся до кормы, посмотрим что там. В общем, когда мы пришли в Китай, сначала поставили к стенке, приходили и брали анализы на корону, сдавали три раза и сказали, что будут приходить каждый третий день и будут брать анализы у всего экипажа. Второй день вообще ничего не делали. На третий день пришли менеджеры, начали обсуждать план работы. Каждый день в 9.15 у нас происходит митинг, обсуждаются планы работы на текущий день. И примерно с 9.30 до 6.00 вечера происходит работа. Кто-то работает ночную смену, но экипаж работает с 8.00 до 6.00 вечера. Это сейчас закручивают дренажные пробки из балластных танков. Затягивает динамометрическим ключом. Ладно, идем дальше. Вот так красят судно, краска пик-пец вонючая. Сказали, на покраску судно уйдет дней 5-6, никто пока не верится, что не успеет покрасить ее. Это что-то типа успокоителей качки. Так вот, простояли дней 5-6 возле стенки. Достали заводчане все ТНВД, три поршня главного двигателя, воздушные холодильники. И затем, как док освободился, нас начали заводить в док. Предварительно пришел береговой электромеханик. Обсуждали, как будет подключать береговое электропитание. Затем пришел менеджер, я с ним обсудил и показал, куда подключать водяное охлаждение для орехов, кондиционеров. Обязательно, кстати, подключайте охлаждение для кондиционеров ЦПУ, иначе там сдох как можно. Как завели док, сразу же начали чистить корпус и затем спрашивали. Выпора в город ни хрена нет. Даже вот сейчас в док я вышел с разрешения. На митинге главный момент я уже сказал, что хочу выйти и уже 3 часа дня только дали добро. Каждый вечер с 9 до 11 приходит бизнесмен. Если что-то нужно, заказывайте, и он в следующий день приносит. Ценник, конечно, конский. Опять же, я сравниваю с Россией. Может, для Европы нормальный, но для России высокий. К примеру, айфон 12, он стоит на 360 долларов дороже, чем у нас. Хотя сейчас находится в Китае. Вот работники дрыхнут. Эй, вставай, работать. Охренеть, пропеллер. Сейчас подойдем, посмотрим. Это верхнее всасывание балластных насосов. Это у нас всасывание на нижний кинстон охлаждения. Сейчас у нас кинстоны, кстати, открыты. Отсюда можно залезть в машинное отделение. Так, здесь у нас расположен выход из системы охлаждения после центральных холодильников. И это лючок идет на всасывание аварийного пожарного насоса. Это бандура. Не знаю, как вы, но я просто впечатлен. Диаметр этого пропеллера 8 метров. Охренеть. Весит он 38 или 39 тонн. Весит он 38 или 39 тонн. Вот такой танкеров у нас, ребята. Вот такой танкеров у нас, ребята. Ширина или 47 или 49 метров. Я впечатлен. Просто без комментариев. За этими воротами уже море находится. И это еще не самое большое судно. Этот танкер перевозит почти 170 тысяч тонн нефти. А есть, которые 300-400 тонн перевозят. Там все в два раза больше. Можете представить, какие там размеры. Водок как стали. Мы перешли на береговое питание. Береговые дали охлаждение. Затем мы остановили все насосы охлаждения. И они начали откатывать воду из дока. Все это происходит не спеша. В течении 3-4 часов примерно. Таня, кстати, очень слабая. Хватает на два машинных вентилятора. Кондиционер настройки. Основное освещение. И, в принципе, все. Если запустить потребитель мощностью 40-50 киловатт. Сразу же blackout происходит. Винты они, кстати, уже снимали. Поставили обратно. Они меняли уплотнения на дейвиной трубе. Еще, насколько я знаю, они должны его отполировать. Винты. 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 Кенсона левого борта Там сейчас, кстати, Кармела Его обрабатывает специальной замазкой Что-то типа эпоксидки А это всасывание На балластный насос Ладно, ребятки, сейчас сделаю Несколько фотографий и буду Возвращаться в машину Если есть вопросы, спрашивайте Делайте репосты Как судно покрасит Нас снова поставят причалы И будем продолжать наши работы Вроде как весь завод у нас Будет в районе месяца В общей сложности Основная задача это установка Water Ballast Street System Ладно, все, всем удачи И пока